Понедельник день тяжелый, но только не вместе с нами. Не стоит грустить, что выходные позади им, зато теперь мы вновь можем воскликнуть Самара подъем. Я Юлия Север, давайте вместе начинать этот день. По народному календарю сегодня Трифонов день. Как правило, на Трифона был сильный мороз. Студена так, что птицы на лету замерзают, говорили по этому поводу наши предки. Погода этого дня предсказывала, каким будет март. Работают ли приметы в наше время? Давайте узнаем. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды аптека.ру Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В понедельник в Самарской области будет облачно. С прояснениями возможен снег. Ожидается небольшое похолодание. Днем минус 7, минус 10 градусов, ночью 8-11 мороза. Ветер преимущественно западного направления будет дуть со скоростью 2-4 метра в секунду. В Сызране безоблачно снег. Днем минус 6 градусов, ночью 8 ниже нуля. Ветер западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде снега. Днем минус 7 градусов, ночью также минус 7. Ветер западный 2 метра в секунду. В Самаре ясно. Вечером возможен небольшой снег. Днем минус 9 градусов, ночью минус 11. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров от кутного столба. Влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru Делаете ли вы утреннюю зарядку? Вы. Да-да, именно вы. Нет? А знаете ли вы о ее пользе? Тот же. Каждый знает, насколько полезна физическая активность с утра, но, увы, у всех есть одна и та же отговорка. Нет времени. А ведь это буквально 5-7 минут. Причем ничего придумывать не надо, вам все покажут. Так что остановитесь перед телевизором, задержитесь буквально на 5 минут ради своего здоровья. Начинайте утро с зарядки вместе с нами. Доброе утро! И наше упражнение – это подъем на носочки. Туловище держим прямо, руки свободно вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично! Следующее упражнение для равновесия, для чувства равновесия. Руки в стороны, переходим на правую ногу. Удерживаем равновесие, плавно переходим на левую. Плавно переходим на левую. Поддерживаем себя носочком, если чувствуем, что падаем. И стараемся уже сделать это быстро одним движением. Перейти и поймать равновесие. Перейти и поймать равновесие. Отлично! Садимся на мяч. Разворачиваемся боком. Попружинили, попружинили. Ноги стоят на коврике. И начинаем упражнение для брюшного пресса. Выкатываемся. Плечи остаются на месте, таз выкатываются, ручки вперед. Выкатились. Возвращаемся. Руки к груди. Продолжаем. Через пружинку, через пружинку. Легкие подскоки на мяче. Выкатываемся. И возвращаемся. Выкатываемся. И возвращаемся. И пробуем теперь сделать это непрерывным движением. Без подскоков. Хорошо. Садимся. Мячик перед собой. Следующее наше упражнение для мышц спины. Сначала мы попробуем. Почувствуем мяч на бедре, на колене. Ложимся животом на мяч. И перебирая ручками, укатываемся вперед. Мяч под коленом. И возвращаемся. Чувствуем, какой он мяч, как он пружинит, как он себя ведет. Повторим. До коленочек. И вернулись. Вернулись. Носочки на пол поставили. Равновесие. Наше с вами упражнение самолет. Руки вперед. Стороны. Ладошки открыты. Лопаточки сведены. Смотрим вперед. Держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И расслабились. Повисли на мяче. Все расслаблено. Плавно расслабились. Сели рядом с мячом. И начинаем растяжку. Откатываем руками от себя мяч. Наклон вперед. Растяжка. Несколько добавочных движений руками вперед можно выполнить. Еще больше растягивая. Расслабляем мышцы. Хорошо. Мячик прикатили к себе. Сели на мяч. Спасибо. Зарядка прошла отлично. И день пройдет также отлично. Доброе утро. Как день сегодняшний советуют провести нам звезды? Давайте узнаем. Овным. Сегодня ваша лень возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вас все равно, ничто заставить не сможет, почитайте книжку. Тельцинь. Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть, стоит постараться разобраться с текущими делами, прежде чем завоевывать что-то новое? Близнецы сегодня будут любым путем отлынивать от работы. Это может вызвать недовольство ваших коллег. Ракам сегодня удастся блестяще выполнить выездное задание. Начальство поощрит ваши старания. Львы сегодня обнаружат забытую вещь своего гардероба. Эта находка вызовет у вас настоящий восторг и большое волнение. Девы сегодня будут на удивление романтичны. Представители противоположного пола будут вами очарованы. Львы в этот день скроют свои истинные чувства от посторонних. Вам не захочется слушать советы друзей и коллег. Скорпионы сегодня сделают крупный вклад в развитие своей карьеры. Вы сможете укрепить свою репутацию на работе. Стрельцы будут умело подстраиваться под настроение окружающих людей, благодаря чему избежите сильнейшего стресса. Козерогам сегодня предстоит выполнять ряд утомительных профессиональных обязанностей. Придется потрудиться за своих отсутствующих коллег. Водолеям 28 декабря следует потренироваться в навыках общения. Нужно научиться располагать к себе окружающих людей. Рыбам сегодня осуществят очень выгодную покупку. Удастся выгодно сэкономить деньги. На заметку. Рожденные сегодня, 28 декабря, козероги. Люди этого знака обладают завидной целеустремленностью. Вы решительно преодолеваете все препятствия и неизменно получаете все, что вам нужно. Пришло время поздравлять наших сегодняшних именинников. Сегодня мы рады поздравить начальника ГУ МЧС России по Самарской области полковника Олега Владимировича Бойко. Вам желаем здоровья и благополучия. Реализации всех поставленных целей. Любви и заботы ваших близких. Любви и заботы ваших близких. Любви и заботы ваших близких. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Сегодня у нас действительно очень вкусный завтрак, не просто вкусный, но еще раз повторюсь, полезный. Дмитрий, что будем готовить сегодня, чем будем радовать наших зрителей? Сегодня будем готовить кашу из булгура с тыквой и тыквенным цикатами. Это самая полезная каша, которую я готовил в свое время. Что такое булгур? Давайте расскажем нашим зрителям. В принципе, можем уже начинать потихонечку. Это крупа, пшеница, молочная зрелость собрана, и она просушена, просеяна, и поэтому у нее специфический вкус приятный. И сегодня мы попробуем, отведаем, скажем, как это все происходит. В принципе, на самом деле булгур, как я знаю, очень популярен в Индии, в турецких таких-то таких вот блюдах. Что будем всем делать? Мы сегодня приготовим кашу и тыквенную кашу с цикатами тыквенными и соусом халва. Что будем делать прямо сейчас? Сейчас мы растопим масло. Обычное сливочное масло? Да, сливочное масло. В этой крупе наверняка много очень полезных микроэлементов, всяческих витаминов. Какие знаете? Что можете рассказать? В ней много витаминов В. А, В1, В2, В3, В4, В5, В9. Ух ты! Да, она вообще полезная. Кто соблюдает здоровое питание, эта каша к ним подходит. То есть те, кто сидит на ПП, так скажем, на полезном и здоровом образе жизни, смело можем делать. Так мы растопили масло и сейчас будем засыпать нашу кашу. Мы засыпаем нашу крупу в растопленное сливочное масло и доводим его до состояния прозрачности. Прозрачного цвета, да. И запах, должен запах быть ореховый. Почему ореховый? Ну, он такой специфический вкус будет. Сейчас его приготовим, увидим. Если вы, друзья мои, понимаете, что ваш булгур пахнет орехом, он практически готов. Сколько минут нужно на это потратить? Ну, минут, наверное, 3-4. Мы сейчас увидимся. Побыстрее все сделаем. Нужно постоянно помешать? Да, чтобы не пригорело и одинаково промешало все белое. Нужно ли нам добавлять еще что-то? Соль, сахар или пока рановато? Пока рановато. Пока рановато. Чувствуете запах? Чувствуем запах. Оно становится интересного такого цвета. Эта каша действительно белеет. Потом, я так понимаю, она будет прозрачной, да? Совершенно верно. На самом деле, каша, ну, такое традиционное достаточно блюдо для завтрака. И я думаю, если вы будете экспериментировать именно с кашами, беря разнообразные крупы для этого, будь то крупа дружба, как говорится, наша любимая, будь то манная крупа, или вот такой эксперимент, как сегодня, у нас булгур в качестве основного компонента. Мы потом добавим какие-то удивительные вкусные элементы, но это все чуть-чуть попозже. Пока же у нас тут действительно удивительные ароматы. А столь сахара, есть ли какая-то дозировка? Или бы это каждому по вкусу? Соль по вкусу, сахар тоже. Зависит, кто любит сладкое, послаще делать. Кто не любит сладкое, тот без сахара делать. Ну, судя по всему, Дмитрий сладкое любит. Добавили где-то примерно 4 столовые ложки сахара. Мы сейчас добавляем молоко. Важна ли жирность молока? И есть ли какие-то советы конкретно от ковара, так скажем? Если человек немножко следит за диетой, он хочет поменьше жирности, поэтому берет там 2,5. Ну, мы сейчас возьмем 3,2, чтобы он был насыщенный. Гулять так гулять. Насыщенный. Вот оно. Зашкварчало. Вопрос, который, наверное, интересует всех наших зрителей. Нужно ли обжаривать какие-то другие крупы, если варишь кашу? Ну, гречную крупу я вот сам обжариваю, чтобы она... Если нужно рассыпчатую кашу, мы ее обжариваем. Если мы не хотим рассыпчатую кашу, любим, чтобы она разварена, потом мы не обжариваем. Наша ароматная каша. Пахнет она действительно вкусно, потому что добавился не только запах сливочного масла, но и аромат молока, вот этого всего вкусного, невероятно нежного. Именно такой запах завтрака. И сейчас мы эту кашу будем отправлять в то самое место, где ей, собственно, и нужно будет откнуть, дойти до консистенции. Вы не поверите, но это настоящий чугунок. И, собственно, у нас где-то там даже спряталась на кухне печь. Ах, друзья мои, это будет лучшая каша, наверное, которую вы когда-либо готовили и ели. Можно ли такую вот кашу приготовить с вечера, чтобы, например, не тратить так много времени с утра? Конечно, мы свечу можем ее наварить, чтобы она настоялась. А утром прогреть, добавить тыковку. И всех приглотить с того. И всех приглотить с того. Проршочек вари. Ну, вот таким-то волшебным образом наша каша в чугунке материализовалась здесь на нашей импровизированной и очень, мне кажется, уютной кухне, друзья мои. Вот она, нарядная, красивая, вкусно пахнет. Что там с ней? Мы теперь добавляем тыкву томленную в печи. Тыква. Если нет печи, как ее затомить где-то в другом месте? Мы кладем ее в фольгу и минут на 10 при температуре 180 запекаем в духовке. Я делаю пюре, но это сложно. Мне кажется, это физически трудно. Да, давайте-ка, Дмитрий, мы... У нас разделение на кухне. Вы повар, а я так... На подхвате. Собственно, пришел тот момент, друзья мои, когда мы все ингредиенты загружаем в нашу ароматную тыкву. Уже, если честно, не терпится попробовать, но, друзья мои, пока не стоит торопиться, потому что подача этой нашей самой каши с булгура, с тыквой тоже заслуживает особого внимания. Ну, надеюсь, вы поняли, что с нами как раз-таки каши и сваришь. И вам желаем хорошего настроения, доброго утра и... Приятного аппетита. Спонсор прогноза погоды – аптека.ру Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В понедельник в Самарской области будет облачно. С прояснениями возможен снег. Ожидается небольшое похолодание. Днем минус 7, минус 10 градусов. Ночью 8, 11 мороза. Ветер преимущественно западного направления будет дуть со скоростью 2,4 м в секунду. В Сызране безоблачно, снег. Днем минус 6 градусов, ночью 8 ниже нуля. Ветер западного направления 3 м в секунду. В Тольятти небо в облаках, осадки в виде снега. Днем минус 7 градусов, ночью также минус 7. Ветер западный 2 м в секунду. В Самаре ясно. Вечером возможен небольшой снег. Днем минус 9 градусов, ночью минус 11. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров от клубного столба. Влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом из метео.ру. Напоминаю, что сегодня 28 декабря. Приближается один из самых главных радостных праздников – Новый год. Не открытие, что этот праздник особенно любим детьми. Понятно, к детям приходит Дед Мороз и Снегурочка. Когда мы становимся взрослыми, нам приходится быть самими сказочными персонажами. Эх, так хочется хотя бы на денек вернуться в детство и почувствовать все волшебство этого праздника. Степа, скажи, пожалуйста, ты любишь Новый год? Да. В течение Нового года я и родился. Новый год для всех детей – это любимый праздник, время подарков и чудес. Однако больше, чем самих подарков, они ждут встречи с зимним кудесником – Дедом Морозом. Для них он настоящий волшебник. Всегда угадает сувенирам, поиграет в любимые игры и исполнит заветное желание. Именно поэтому для волшебного именинника ребята заготовили самые искренние слова. Счастья, здоровья, чтобы он никогда не болел. Счастья, здоровья, улыбок. Я пожелаю, чтобы он покупал много подарков и был добрым. Счастья, счастья, чтобы ему много было лет и чтобы он был здоровым, сильным. Сколько лет Деду Морозу, этого не помнит даже сам именинник. Одно точно – волшебнику больше двух тысяч лет. Но ребята придерживаются своего мнения. А как ты думаешь, сколько лет исполняет Дед Мороз? Где? Пятнадцать, наверное. Кто? Шесть. Семнадцать. Ну, двадцать. Побывать в гостях у этих озорных ребят и не спросить, какой подарок они хотят на Новый год, мы просто не имели права. Книжку и какую-нибудь игру. Лосатку, говорящую, ходящую с одним рогом. Я хотела на шоколадной монетке. Пилотушку с леденцом. Искренне верим, что все желания детей услышаны, и Дедушка Мороз осчастливит их подарками в эту новогоднюю ночь. Доброго утра и хорошего вам дня. Улыбайтесь за окном, уже новый день. А если этого повода вам недостаточно для улыбки, то внимательнее смотрите нашу следующую рубрику. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...